Вот колодец, который забит. Все стоки шли в подвал дома. Но теперь подвала нет, все вышло наружу. Дрожж-завод закрылся, аварийные дома снесли, коммуникации убрали. Канализационные стоки всплыли на поверхность. Отнюдь не на радость местным жителям. Уже лужа увеличивается, увеличивается. Она течет теперь наружу все. А дальше пойдет куда? Дальше пойдет к Барнауке. Больше некуда. И мы будем ходить по этим стокам. Эта тропинка единственная пешеходная, по которой ежедневно вынуждены ходить местные жители. И сейчас делать это вполне себе нормально. Но уже весной людям придется пробираться к остановке общественного транспорта по колено в продуктах жизнедеятельности. Мы идем этой тропиночкой, идем к мостику, через мостик и идем дальше к трамваям, к автобусам. А другой дороги у нас нет. Люди неоднократно штурмовали администрацию. Писали властям, что проблема не просто локальная, а глобальная. Ведь канализация с потеплением попадет в Барнаулку. А после с большой вероятностью вопь. Я считаю, что это экологическая катастрофа, потому что так нельзя и это надо устранять. Мы писали в администрацию, но пока результатов никаких нет. В администрацию района мы обращались, получается, где-то прошлой весной или в начале лета. Они писали запрос, насколько я знаю, в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. Там был получен ответ, что какие-то работы ведутся, но нас в них не просвещают. Кстати, жители дома на Мамонтово 309 уже много лет испытывают трудности с предоставлением услуг ЖКХ. Сначала замерзали в квартирах, теперь вот вынуждены бороться с канализационными стоками. К проблеме подключился Народный фронт. Централизованная система фактически отсутствует. Сейчас нарушена в том числе система, так скажем, промежуточного слива. А вот, по сути дела, эти дома аварийные. И мы сейчас видим на поверхности выходы, по сути дела, с точных конвенционных вод. Многоквартирный дом у нас централизованно обеспечивается водоснабжением. Соответственно, должна быть система водоотведения. Это уж точно перерогатива муниципальных органов власти. Они должны принимать решения. Общественники и жильцы будут обращаться в Росприроднадзор и Природоохранную прокуратуру. Они надеются, что надзорные службы смогут побудить муниципалитет основательно взяться за проблему. В противном случае, следующий сюжет наверняка будет о загрязнении водных артерий города. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.